Соблюдая социальную дистанцию и надев маски, в актовом зале воскресной школы сегодня собрались особые гости. Дети из Центра реабилитации инвалидов «Мечта», «Преображение», ребята, оставшиеся без попечения родителей. Но несмотря на трудности, которые им приходится преодолевать, они не перестают радоваться жизни, увлекаться творчеством. В нашем храме, можно сказать, что вся молодежь, которая приходит, она начинает заниматься творчеством. Не только стоит на богослужении, а в первую очередь мы приобщаем эту самую молодежь к жизни нашего храма. И таким образом растим верующих, добрых, счастливых людей. Добрые и счастливые дети лепят, вяжут, складывают оригами, делают аппликации и, конечно же, рисуют солнце, деревья, животных и свою семью. Мама, папа, сынок, мой брат, мой маленький, и глядя тут. Варе 11. Она очень любит рисовать. В конкурсе детских рисунков «Дорога у добра». Участие приняла впервые и заняла третье место. Поддерживает и помогает дочь мама Марина. Вот это мероприятие, которое здесь проходит, мы уже неоднократно здесь были, нам здесь очень нравится. Но в этом году мы первый раз приняли участие «Дорога у добра». Вот постарались, сделали работу, за которую Варя получила третье место. Нам очень приятно. Спасибо всем организаторам, всем, кто причастен к этому празднику. Очень все хорошо, по-доброму. На самом деле настоящая дорога добра. Подарки и дипломы получили все победители конкурса, а их оказалось даже больше, чем должно быть. Всегда на этом конкурсе бывает очень много работ. И нашему жюри очень непросто выбрать работы. Поэтому номинаций много. И они и по возрастам, эти номинации, и по видам работ. И, соответственно, даже в номинациях три места, и некоторые занимали и не одно первое место. То есть было нелегко. Ребята очень талантливые, всегда делают с большим удовольствием свои работы. Поэтому конкурс удался. Подарок детям, родителям и воспитателям подготовили солисты хора при храме Рождества Христова. Они исполнили популярные песни из детских кинофильмов и мультфильмов. Читали стихи и танцевали. А в завершении праздника всех ребят ждало угощение. Здесь очень классно. Мне понравилось и хор, как девочки пели. Понравилось, как на гитаре играли. А угощение? Это я само собой. Сувениры на память победителям и всем без исключения сладости и подарки от благочения и благотворителей. Сейчас, когда у детей каникулы, им будет чем заняться и куда направить свой творческий потенциал. Творчество – это единственный такой выход для наших детей, когда есть свободное время и можно себя не ограничивать в нем, а вот заняться чем-то таким, что тебе ближе. Заняться вышивкой, аппликацией, рисунком. Это же так интересно. Поделки, еще нет снега, и поэтому много природного материала. Поэтому я желаю детям творческих успехов вот на этих каникулах замечательных. Юлия Федориненко, Денис Корнев, Первом и Тищенским.